На пути к единому образовательному пространству. Обсудить новшества в образовании собрались педагоги края и представители всех уровней власти, включая федеральный. В онлайн-обращении министра просвещения России, которым и открыли встречу, ключевая мысль посвящена указу президента о том, что 2023 год официально станет годом педагога и наставника, что позволит повысить статус представителей этой профессии. С 1 сентября перечень бумаг, которые должен заполнять учитель, будет строго ограничена. Кроме того, уже поставлена точка в дискуссиях о предоставлении учителям так называемых образовательных услуг. Это понятие исключено из закона об образовании, что в корне меняет отношение к педагогу, подчеркивает значимость, возвышенность его миссии. Иными словами, учитель теперь не просто специалист, который оказывает услуги. А представитель привилегированной профессии, призванный обучать, воспитывать и наставлять. Другой важный момент, который обсудили на совещании кадры для школ. Привлекать и удерживать учителей в образовательной среде намерены зарплатой. С июня этого года ее уже повысили на 10% и ожидается новая надбавка. Предусмотрены средства на еще одно плановое повышение заработной платы с 1 октября на 4% с 1 октября текущего года. С нового учебного года педагогам края будет осуществляться оплата за наставничество, а также вводятся доплаты для студентов старших курсов, которые работают в школах. В новом учебном году в школы Барнаула придет более 10 тысяч первоклассников. По словам губернатора края, учреждения полностью укомплектованы современным учебным оборудованием. В текущем году мы с вами реализуем большую работу по капитальному ремонту 90 наших общеобразовательных школ. Из краевого и федерального бюджета на эти цели выделено около 3 миллиардов рублей. Улучшение материально-технической базы, новые образовательные центры, решение вопроса кадров. Эксперты считают, что на проблемы в образовании давно нужно было обратить внимание. И важно, чтобы первые шаги в этом направлении, подчеркивают специалисты, стали фундаментом для последующих полезных преобразований. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.